Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере». Я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Вторая неделя поста началась, и мы в прошлый понедельник встречались поговорить на тему прощения. Почему прощение? Это то, к чему мы идем в течение подготовительных недель, и то, с чего мы начинаем Великий пост. И в идеале, наверное, если немножко вас знакомить с богослужебной практикой, то так устроена богослужебная неделя, что, например, если сегодня воскресенье о блудном сыне, то вся последующая неделя — это неделя о блудном сыне, когда мы так или иначе призваны осмыслить эту притчу, призваны подумать о духовных упражнениях, ею предложенных. А вот с прощением так почему-то не происходит. Воскресенье прощенное, оно как будто бы, как будто бы заканчивается день в день, вот в день прощенного воскресенья. Но на самом деле такое ощущение складывается, что весь Великий пост — это такой длинный седмицы о прощении, когда Церковь нас, с одной стороны, подтолкнув друг к другу, призывает вот этим единением, этой близостью дорожить, размышлять, помнить о том, что мир человеческий очень хрупок, перемирие — это скорее некая пауза, зачастую между столкновениями между людьми. И потому мы призваны особым образом о прощении думать в течение всего Великого поста. Вот почему сегодня мы тоже решили встретиться для продолжения разговора о прощении. И как и в прошлый понедельник в гостях у нас отец Николай Зинь. Батюшка, здравствуйте. Добрый вечер. В прошлый понедельник те, кто нас смотрел, знают, что я повел себя как ведущий неэтично. Я задал вопрос на излете передачи и, соответственно, повисла пауза, тишина и молчание, потому что отец Николай на этот вопрос ответить не успел. Поэтому мы сегодня прямо с места в карьер, вопрос был, на котором мы прервались. Как оживить практику прощения? С одной стороны, или же можно этот же самый вопрос осветить, переформулировать иначе. Почему так трудно бывает простить? С чего прощение настоящее? Прощение должно начаться, чтобы оно было плодотворным, то есть принесло принесло достойные плоды. Ну, мы немножко, мне кажется, уже эту тему затрагивали в прошлой передаче. Мне кажется, первый самый такой отправный пункт — это именно немножко оторваться от себя самого любимого и посмотреть на ситуацию немножко отстраненно. Потому что пока мы... Ну, вот человек причинен какой-то больным, пока мы ее переживаем только лишь внутри себя, то нет выхода у нас, кроме как осуждения, проживания этой боли. И чем мы дольше ее проживаем, тем больше мы на нее концентрируем внимание, и она становится еще больнее как-то. Поэтому отрыв вот от себя и посмотреть, а почему вообще человек? В каких обстоятельствах? Какие предпосылки были, что он так? Почему он так себя... Так вот это бывает чаще всего сложно сделать. Очень сложно принять, вот как мы с вами в прошлый раз обсуждали, принять человека. Я думаю, и главная сложность состоит в том, что другой человек настолько для меня глубокая тайна, вот, что... Даже нет, переформулирую. Я сам для себя, сам для себя настолько глубокая тайна, что иногда я сам себя принять и понять не могу, а уж войти в обстоятельства другого человека с трепетным принятием — это вообще какой-то иногда высший пилотаж. То есть проблема-то как раз заключается в том, что да, я всей ситуации не знаю, и получается, я конструирую образ другого в своей голове так, как, ну, условно говоря, мне это удобно, приятно там или неприятно и так далее. То есть вот... Привычно. Да. Это самый простой и быстрый путь — взять, сконструировать, например, человека. Ну, вот сейчас особенно мы проживаем ту ситуацию, которую уже больше года проживаем, когда люди перессорились друг с другом за обеденным столом. Родственники перессорились в силу разных позиций на то, что происходит. Не могут договариваться, не могут разговаривать. Молчат. Ходят по квартире, по дому так, как будто бы и нет этого самого другого. И в этом смысле каждый живет с нарисованным образом другого. Там один нарисовал предателя Родины, другой нарисовал маньяка-кровопийцу и так далее. И вот они как два магнита однозаряженных отталкиваются, потому что заряжены они темой агрессии, темой непринятия и так далее. Вот как бы мы могли бы им порекомендовать какие-то, может быть, там, не знаю, практические вещи, которые бы их определенным образом сблизили, вернули то единство утраченное? Ну, мне кажется, это очень важно. У вас слова прозвучали, отец Сергей, что проблема принятия другого начинается с принятия себя. И здесь, на самом деле, вот здесь настоящая проблема и скрыта для меня, что Христос говорит «возлюби ближнего, как самого себя». А у нас, если посмотреть, как люди реагируют на самих себя, то это жесткое неприятие, осуждение, недовольство, обесценивание. И этот процесс, он идет внутри нас. Как мы можем по-другому реагировать на других людей? Непонятно. Если эта музыка внутри нас, она звучит и наружу тоже. Как Христос говорит «там, где ваше сердце, там, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». То есть сокровище – это, ну, можно сказать, что ценность, а можно то, что сокровенное. Вот что внутри вас? Если внутри вас тьма, и снаружи тьма. Если внутри вас свет, поэтому здесь единственный путь для меня – это путь принятия себя. И изменение вот этой репрессивной, репрессивного нарратива, который внутри нас. То есть вот рассказ о самом себе. Ты как себя воспринимаешь? Ты неудачник, ты лентяй, ты плохо молишься, ты плохо постишься. И самое обидное, что этот монолог внутренний, мы его с легкостью навешиваем верующие люди на Бога. Раз я собой недоволен, да, конечно, Бог вообще меня мерзостью считает последней. Раз я себе не могу этого простить, то, конечно же, и Бог мне никак… И люди годами, как вы говорили, ходят на исповедь и не ощущают этого прощения от Бога. Единственное, по моему мнению, единственное из-за того, что они готовы сами себя простить. То есть, чтобы ощутить прощение от Бога, у человека уже должно быть какое-то внутренне подготовленное чувство, что он себя простил за это. То есть он как-то исцелил, как-то объяснил для себя эту ситуацию так, чтобы себя за это уже не казнить. И вот здесь вот очень такой ключевой момент, когда это внутри нас происходит, у нас сразу становится больше возможностей для прощения других людей. То есть как только этот механизм прощения запущен в конкретно отдельно взятом человеке, он, этот механизм начинает работать по отношению к другим людям более слаженно. Ну, например, Паисий Святогорец называл это «фабрика добрых помыслов». Когда ты не знаешь ситуации, ты не можешь, я сам для себя тайная загадка, другой человек тем более. Но опять, тут есть лукавство какое, что я могу, с одной стороны, говорить о себе, что я тайная загадка, но при этом жестко судить себя, ты лентяй, ты там недуховный, ты маловерный, ты еще какой-то. И это не соотносится вещи. Либо ты точно знаешь, что ты загадка, но тогда как ты можешь себя назвать лентяем? То есть если ты загадка и тайна, любая категоричность в твой адрес или в адрес другого, она должна быть исключена? Ну да, то есть если я глубже, чем эти ярлыки, которые я сам на себя вешаю, значит, ну давай разбираться, где-то надо витаминов там попить, где-то питание как-то, режим сна нормализовать. То есть как-то о здоровье своем позаботиться, откуда будут ресурсы. Если ты хочешь больше ресурсов, значит, надо и в тело вкладывать тоже как-то. И это уже другая ситуация. А у православных однозначно все, на молитву не встал вечером, упал там от усталости, от боли, все, однозначно ты согрешил. То есть и вот это вот упрощение по отношению к себе и репрессия по отношению к себе, она не позволяет нам быть милостивны к другим людям. А с чего эта милость? Если я так себя рублю, то я не могу поиначе, сталкиваясь с ленью, скажем, в своих детях, с нежеланием их делать уроки. Почему он не может делать уроки? Может, он тоже устал, может, он тоже не выспался, может, его ресурс опустошен, он ждет твоего внимания. Это слишком сложно, проще налепить ярлык, выпороть там, ребенка как-нибудь наказать, поссориться с ним, потом переживать и опять себя ругать за это. И вот это бесконечное колесо самобичевания, когда мы сначала себя обичуем, потом эту агрессию неизбежно выливаем наружу, и увидев, что мы сделали, мы опять себя обичуем, заряжаем на новый как бы виток. Вот это колесо репрессии и агрессии, оно останавливается только принятием себя. Да, я, причем часто люди удивляются, говорят, а как принять себя? То есть разрешить себе? Вот я как раз хотел, превосходительный вопрос. Тогда получается, получается, вседозволенность, потворство, да, своим грехам. Свостям нет, дорогие мои, здесь никакого потворства нет. Здесь принятие себя, оно не исключает покаяние. То есть оно идет с ним рука об руку. В то же время, и сейчас я объясню почему, в то же время, самобичевание, оно с покаянием ничего общего не имеет. И я объясню почему. Вот ситуация, когда человек согрешил, отлупил сам себя мысленно или даже телесно, и потом он вроде как покаялся. Но тут Бог и не нужен. Ты сам согрешил, ты сам себя осудил за это, и еще и наказал. Да, приговор. Приговорил и еще и наказал. И где тут Бог? Здесь ты сам вокруг себя вертишься, и это и есть гордыня, зацикленность на самом себе. И ситуация принятия. Я согрешил, я осознал свою вину, я Богу о ней сказал. А дальше делай самое, что хочешь. Я попросил у него помощи и поддержки, потому что эти вещи не решаются бичеванием. И это осталось в диалоге с Богом. То есть тут как, вот именно в вопросе принятия себя, тут не обойтись без Бога. Потому что во мне нет ресурса это принять. Я говорю, Господи, ну вот такое уродство во мне есть в моей душе. Как апостол Павел говорит, что хочу, то не делаю. А что не хочу, что ненавижу, то делаю. И кто меня от этого спасет? Это раздвоенность, которую мы в себе наблюдаем верующие. И бить себя за то, что ты такой, то же самое, что бить себя за то, что у тебя две руки и две ноги. Ты от этого никуда не уйдешь. А вот именно принятие себя, она дает возможность открыться Богу. И как ему эту рану показать. Господи, смотри, во мне эта рана, эта расколотость, я не могу ее преодолеть, я не могу ее залечить. Но ты, может, что-то можешь сделать с этой ситуацией. Вот и эта открытость Богу, это диалог с Богом. Это и есть для меня ситуация покаяния. А вот это отхождение по кругу, сам согрешил, сам осудил. Где тут Бог? Он и не нужен в принципе. И многие православные, они по этому кругу ходят, им Бог-то как бы и не нужен. Им сама вот эта ситуация согрешения и покаяния, она уже как-то их питает. Ну, на каком-то этапе оно и нормально, пока человек только входит, может быть, в церковную практику. А когда это уже 10-15 лет, надо как-то дальше двигаться. Нельзя на этом месте долго задерживаться. Я вот в качестве просто комментария, мы когда говорили, по-моему, с прихожанами о последнем суде, я сознательно как бы им говорю, что это... Есть две притчи у нас в церковной среде с ложными наименованиями. Притча о блудном сыне, которая на самом деле не о блудном сыне. Вот, которая на самом деле о милосердном отце. И притча о страшном суде, которая на самом деле не о страшном суде, а о последнем суде. И она не преследует цели, Христос ее рассказывает, не преследует цели напугать людей. Как раз, может быть, немножко состояние нервозности сгладить. Вот, что там не по букве закона там все будет происходить. Там критерий будет человечность. А так как люди, во-первых, нет абсолютно уродливых, отвратительных людей, которые бы не смогли подать даже копейку нищему, то есть в той или иной степени мы все знакомы с актом милосердия. И мы все в той или иной степени когда-то могли этим воссиять. И в сущности Христос рассказывает эту притчу, может быть, в том числе говорит не о людях, как о козлищах и овцах, а о внутренних козлищах и овцах, которые в человеке Господь просто как добрый хирург тончайшим скальпелем отделит и останется вот то сияние человечности, которое в той или иной степени было явлено в жизни. Но я к чему это все говорю, к тому, что вот при рассказе, при беседе о вот этом самом последнем суде мы вспоминали фразу Кьерки Гора, известного экзистенциального философа, который говорил так, что человек должен уяснить одну вещь, как бы на протяжении своей жизни, что давать важнее, чем брать. И есть вещь, которая превосходит эту мысль, что брать труднее, чем давать. И вот в этом смысле, в контексте разговора о прощении, очень сложно брать прощение. Очень сложно подойти с просьбой о помиловании, как там у Цветаевой, «Еще прошу меня любить за то, что я умру». Вот это вот «я обращаюсь к вам с требованием веры и просьбой о любви». Вот я подхожу к вам с требованием веры в меня и требованием любви ко мне, вот то, что вы называете принятием. Но я сделал какие-то шаги, а дальше я должен замереть в дистанции, потому что другую часть дистанции должен пройти тот, кто мне это прощение должен дать. А я еще и должен, это очень трудно взять, это прощение принять. Вот как с этой трудностью принятия прощения вообще быть? Потому что я вот неоднократно встречал там у святых отцов мысль, которая, ну, оформлена примерно так. «Бог-то тебя прощает, но ты себя не прощай». Вот это очень так вступает в противоречие с тем, что сказали вы. Так, а пардон, а как мне узнать, что Бог меня прощает? Где вот все внутри церкви и даже на исповеди, в которой, казалось бы, должно быть встречи прощения, все говорит о том, что даже то, что ты каешься, все равно ты не прощен. Мне кажется, можно даже анонсировать те богословские диспоты, которые, отец Сергий, вы проводите в своем храме, потому что, я думаю, для кого-то из телезрителей это будет актуально. И есть же группа ВКонтакте, да? Храм Мученица Татьяны. Татьянец, да. Поэтому можно присоединиться и следить за новостями. И вот на одном из диспотов была эта тема, что есть такая богословская линия, что Христа надо именно как Спасителя принять. Но эта богословская линия, она настолько категорична, что она обрубает все другие смыслы, говоря о том, что ты должен быть в Аде, чтобы нуждаться в Спасителе. И это единственная твоя связь с Ним. Вот. То есть единственная коммуникация оставляется только вот это вот, что ты, Бог-то тебя прощает, а ты себя не прощай. Но это, почему святые отцы так это говорили? То есть они это говорили в рамках вот этой гипотезы, в которой они жили, да, которая привела их, конечно, к святости, но тем не менее это достаточно узкое как бы пространство, где единственная коммуникация твоя с Богом – это коммуникация по поводу спасения. Поэтому если ты примешь, что Бог тебя простил, еще и сам себя простишь, то ты как бы разрушишь эту коммуникацию, а они как бы исключали возможности других коммуникаций с Богом. Вот. Поэтому для них было важно как бы ее усилить, подчеркнуть, усилить и как бы всячески ее укрепить вот через эти смысловые такие посылы. Вот. И здесь вот это принятие прощения, скажем, которое, да, оно отвергалось не потому, что это плохо, да, а потому что такое было мировоззрение у людей. Принятие не только прощения, а вообще любого доброго. Вот мы описали внутренний мир человека, который саморепрессирует, самоуничтожает себя, не принимает себя, судит себя, ругает себя. В этот мир попасть любому чему-то хорошему практически невозможно. Чем крепче человек себя ругает, любое доброе слово в его адрес, что он добрый, что он деятельный, что он еще какой-то, оно не принимается абсолютно. Это как рвотная рефлексия. И получается, никакие витамины, никакие питательные вещества в организм попасть просто не могут. Он от обезвоживания может просто умереть. Вот. Поэтому тут опять остро встает вопрос принятия. Он, во-первых, вот в плане как бы плохих поступков, он, мы его раскрыли как открытость перед Богом. Ты не замалчиваешь, ты открыт перед Богом, ты каешься перед Ним. Каешься, то есть сожалеешь. И предоставляешь это на суд Бога, а не на свой личный суд. А вот в положительном измерении принятия себя, это и принятие хорошего о себе тоже. То есть оно, может быть, принятие прощения в этом списке и не первым стоит, не самым простым, а принятие просто даже доброго слова о себе. Кто-то тебя поблагодарил. И у нас даже в культуре это прошито, что когда тебе говорят спасибо, прошито сказать не за что. То есть у нас даже в культуре прошито обесценивание благодарности, обесценивание принятия, что-то доброго о тебе. Потому что если тебе человек поблагодарил, а ты сказал не за что, то считай, что ты не принял его благодарность. Ты ее обесценил. Ты свой какой-то поступок обесценил. Потому что ты, например, помог человеку, Он тебе говорит спасибо, а ты говоришь не за что Значит ты как бы и не помог И вот здесь вот очень Видите еще культурный такой глубокий Корень, который надо излечить Не не за что, а пожалуйста Или во славу Божию православное Говорят, и это уже принятие То есть мне кажется В языке тоже это должно То есть надо исключить вот эти слова Не за что, потому что Ты это проговариваешь, оно как бы В жизни так, что не за что Убрать, как говорит Отец Вячеслав Рубский Благословить этот поступок Или прожитый день То есть излечить его От обесценивающего Какого-то разъедающего Пессимизма какого-то вот такого От обесценивающего разъедания То есть когда мы благословляем что-то А православные люди Они имеют власть благословлять То есть они посвящают Все Богу, если ты сделал что-то хорошее Но не имеешь силы это принять Скажи хотя бы во славу Божию Ты уже как-то это на 10% Это усвоил себе И вот это принятие хорошего, доброго Она в какой-то момент Помогает нам и принять прощение тоже И это тоже очень такой Трудный путь, но Духовно значимый Это тоже аскеза Мы привыкли не принимать Наша душа привыкла не принимать Хотя, а если кто-то нас поругает Мы с радостью это принимаем Почему? Вот он и ответ на эту загадку Мы научены ругать сами себя Поэтому если кто-то тебя поругал Это многократно резонирует, усиливается Как вот эффект резонанса То есть это на одной волне с нашим внутренним Если мы научимся принимать, ценить Что тоже светлое, хорошее Что в нас есть в каждом У всех просто разное То добрый отклик Извне, он тоже усилится И примется Он будет той живой водой Которая будет нас питать Здесь, Николай, совсем немного времени остается И опять же, вот К сожалению, мы не успели Обсудить, что делать с обидой на Бога Такая проблема у христиан Некоторых тоже существует Она, может быть, не вербализируется Не проговаривается Но весь спектр, например Человеческого кризиса духовного Он говорит о том, что где-то Что-то у него с коммуникацией С Богом не так Сбоит и Искрит и так далее Но вот, чтобы нам как-то сегодня Резюмировать наш разговор Мы поговорили о трудности Принятия прощения Вот А почему трудно его давать Вот я знаю людей Которые, например, очень обидчивые Сколько бы ты у них прощения не просил И как бы ты за ними не бегал Они словно бы Они, причем некоторые даже так говорят Я тебя простил Но общаться я с тобой больше не хочу То есть там берут и вычеркивают Или же есть некоторые родители Которые наказывают своих детей бойкотом То есть там неделю с ребенком Вообще не разговаривают Он там сидит в своей комнате Просто выходит молча, ест, пьет Ужинает, обедает И уходит опять в свою комнату Его игнорируют Его как бы вытесняют И ребенок уже попросил прощения И он уже сказал, что он виноват И готов понести там Если надо какое-то там лишение В виде там, не знаю, там Отказа от какого-нибудь сладкого Например Но его все равно не прощают Вот почему так сложно дать прощение? Ну вот мы помните Говорили про духовную такую мышцу И вопрос дистанции он очень То есть люди, которые Не занимаются вот этим Вопросом внутренним, духовным У них жесткая сцепка только То есть если раз их ударила там машина Они уже ее не подпустят Это такой способ Их способ самосохранения Вот Если они захотят этот вопрос Как-то для себя И самое, наверное, правильное Дать им эту возможность То есть если мы продолжаем Как вы говорите Бегать за ним Они это воспринимают как угрозу То есть это нарушение той дистанции Которой на данный момент им комфортно И смысл какой ее цепи Некоторые говорят Я не чувствую искренности В твоем покаянии Не чувствую искренности В твоем прощении Или как Ввиду того, что там, например Родители с детьми живут Регулярно на одной территории Да ты только и умеешь Что просить прощения А завтра будешь делать то же самое Поэтому на всякий случай Тебе я не буду прощать сегодня Сделай все выводы максимально глубоко Чтобы это было чуть глубже И дальше, чем просто слова Вот и здесь мы Вот то, о чем мы говорили В отношениях с Богом Когда я покаяние рассматриваю Именно как открытость И тогда Если так Распринимать покаяние Оно исключает вот эту репрессивную Что ты покаялся Ты не должен этого делать вновь А у многих православных Как раз такой подход и к себе Если я покалился И к другим Если ребенок попросил прощения То завтра он уже точно так не сделает Но практика жизни говорит о другом И здесь надо именно внутренний взгляд На покаяние менять В своих отношениях с Богом Что мое покаяние Это длинный путь И я Это как именно исцеление И от такой болезни Которой я там страдаю Не бывает моментального исцеления И ребенку Тогда мне будет и моему ребенку Дать легче Эту дистанцию И сказать Хорошо, я тебя прощаю И завтра прощаю То есть Мне кажется Как раз Может с образом Бога Это связано Может быть На следующей программе Как раз об этом поговорить Что образ Бога Формирует отношения наши С другими людьми Если Бог Требует от нас изменения Если он репрессивно Настроен по отношению к нам То мы эту модель Реализуем И с другими людьми тоже Ну и последнее То есть буквально Осталось две минуты Если можно кратко Вопрос такой А все-таки Есть ли такая модель Ну то есть Вот сейчас люди Которые там ерзают И которые может быть Себя узнали в описании Что например Они там Не дают прощения Никак не прощают Или говорят Прощаю Но Прости Больше между нами Ничего Никаких человеческих отношений Быть не может Такая форма Прощения вообще Возможна Можно ли им Себя успокоить Что они например Ну действительно Прощение На уровне принятия Что другой Другой Что у него там Другие точки зрения Что у него там еще что-то Но Общаться Давай перестань Это может быть Названо прощением Принятием Ну в каком-то например Глубоком смысле Нет Вот А в каком-то да Прекрасный ответ Это как Это как силы души То есть это как Отражение меня самого Что-то я в себе Не могу принять И может быть В этом смысле Я и не простил То есть Принятие Но с другой стороны Что-то я в себе Принимая Держу это на определенной То есть Зная что Ближе это Подпускать мне Никак нельзя То есть И я это вижу В человеке Может быть Это и Прощение Потому что Это Прогнозируемый Конфликт И боль в дальнейшем Которая Исключается Той дистанции Которую Человек определяет То есть Условно говоря Я знаю про своих внутренних псов Которые готовы Разорвать другого человека Которые точно на это среагируют Да И я их держу напрямую Может быть Тут точнее так сказать Знаешь Пока состояние моей души такое Что ближе Я не могу тебя подпустить Именно из-за того Что я тебя простил И я Люблю тебя И не хочу тебе причинять боль Поэтому Вот эта дистанция Обоснована этим Но может быть То есть Мне кажется Христианин Это тот Который Оставляет Возможность Богу Что-то в этой ситуации Изменить Отец Николай Спасибо огромное За содержательный Такой диалог Мне кажется Мы сегодня успели Успели все Хотя бы тезисно Хотя бы широкими мазками Прояснить Спасибо огромное Спасибо С вами дорогие друзья Мы прощаемся Следующая неделя Будет неделей О Григории Пламе И мы поговорим С вами О том Какую роль играет В нашей жизни Тишина И молчание Присоединяйтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok